Дети, вы помните историю из Библии, когда один юноша вышел на войну против ужасного, огромного роста воина, филистимлянина. Помните, как звали воина и как звали юношу? Давид и Голиаф. Кто помнит эту историю, дети, поднимите все руки. Молодцы, все читали. А у меня к вам вопрос. Вот Давид победил с помощью какого оружия? Ну, мальчики, скажите. Проща? Чем он победил? Камешки были, да? Камнем победил, который был вложен в прощу. Один наш брат проводил занятия в Корее, в воскресной школе, в одной из церквей. После урока подошел маленький мальчик, кореянин, и он говорит, я думаю, что у Давида была вот такая проща, и он ее вот так вот вращал. Брат говорит, нет-нет, у Давида была большая проща, и он ее вот так вращал. Мальчик отошел, набрал мобильному телефону сразу папу, говорит, папа, мне говорят, что у Давида была большая проща, правда это или нет? Отец говорит, да-да, правильно, у него была большая проща. Он вложил туда хороший гладкий камень, вращал над головой, и этот камень полетел очень сильно. И с помощью Божией он поразил своего Голиафа. Дети, когда Голиаф был поражен, то тогда была полная победа. Нужно было поразить одного великана, и через это Бог даровал победу над врагами-филистимлянами. Давид поразил, и теперь следующий вопрос. Прежде чем идти на войну с этим воином Голиафом, он подошел к ручью и набрал оттуда камешки. Написано «гладкие камешки из ручья». Кто помнит, сколько было этих камешков? Ну скажи. Три. Нет, неправильно. Немножко побольше. Кто точно помнит число камешков? Ну скажи. Молодец. Пять камешков из ручья. Дети, мы сегодня возьмем с вами пять камешков. Из ручья Слова Божьего. И каждый из вас имеет своего Голиафа. Давид своего Голиафа победил. Каждый из нас, верующие, дети, подростки, молодежь, имеет как образ, Библия, это есть образом назидания нам, своего Голиафа. Если победить этого Голиафа, то будет победа над всеми врагами в нашей жизни. Если этот Голиаф выживет, он нас будет мучить. Победить можно только камешками из ручья. И вот мы сегодня возьмем эти камешки. Я хочу, чтобы вы их унесли в своей сердечной сумме домой и вели войну этими камнями. Камень – это прообраз Слова Божьего. И вот эти пять камней. Они у нас находятся в первом послании Иоанна. Последняя фраза этого всего послания. Когда автор завершает письмо и в последней фразе что-то говорит, это очень важно. И вот эти пять камней. Дети, храните себя от... Кто из вас помнит? Ну скажи. От кого? Ну, кто еще может сказать поточнее? Дети, храните себя от... Последний камень, которым сразил Давид Голиафа. Последнее слово. Ну, еще раз скажи. От дьявола. Похоже, синоним, но еще не то. Кто из вас точно скажет, дети? Дети, храните себя от идолов. Правильно. Вот пять камней вам. Запомните наизусть этот стих. Унесите с собой в сердечной сумме. И с помощью этих камешков поражайте своего Голиафа. Голиаф был метров, ну так предполагают богословы, около трех с половиной. Некоторые говорят даже до трех метров семидесяти сантиметров ростом. Представьте себе, такого высокого человека, это вот я предполагаю, до люстры ростом, да, около четырех метров. Вот если такого, конечно, брата взять и на стройку, там уже кран не нужен, там можно так просто трассы ставить. Но в действительности образ Библии очень точен. В духовном смысле Голиаф, он действительно такого роста, то есть нет в нас силы против него. Это очень страшный воин, который уже от юности воевал против духовного всего, который поднаторел в этом искусстве войны и который до сих пор воюет с нами. Надо его обнаружить и надо смело выходить против него. Дети, вы хотите узнать этого Голиафа, где он прячется в вашей жизни? Давайте тогда мы посмотрим слово. И вот здесь Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Когда я был в Воркуте, я узнал такую интересную вещь. И сегодня уже многие из оленеводов, это за полярным кругом, люди, которые пасут оленей, обращаются ко Христу. За последние шесть лет больше 35 человек оленеводов обратились к Господу. Они обращаются целыми семьями, служат Христу, но у них есть одна проблема. Когда они обращаются ко Христу, они еще очень боятся выбрасывать своих идолов. Я видел этих идолов, они даже есть в музее в Воркуте. Вот такое небольшое полено из дерева, примерно вот такого размера, и на нем вырезаны всякие страшные рожи. Оленевод обращается ко Христу, и вот эта полена, вот этих идолов, он не выбрасывает. Они очень боятся выбрасывать их из своего шатра. И проходит, может быть, год или два, прежде чем они набираются смелости победить этих идолов и выбросить из своего шатра и своей жизни. Удивительно. Я еще больше удивляюсь, когда читаю рассказ о Соломоне. Это был мудрейший человек, который с юности полюбил Господа, даже имя его было, возлюбленный Господом, помните? И Е-Ди-Ди-А. И вот дважды ему являлся Господь в Гаваоне и даже просил, что тебе дать. То есть давал ему такую возможность. И написано, что в конце своей жизни Соломон уже не служил Господу от полного сердца, но поставил разных идолов, слушая своих жен. И думаешь, как это возможно? Человек, который знал близко Бога Живого, и вдруг, слушая своих жен, ставит идолов. К нам приехал один пастор, старец, уже около 80 лет, и мы у него спрашивали, какое самое переживание в вашей жизни? Вы уже готовитесь к встрече с Господом, вам 80 лет уже? Он пастор все еще, трудится в церкви, и он говорит, он говорит, дети, вы знаете, какое самое сильное мое переживание? Чтобы не отступить в мои последние годы или месяцы жизни, не отступить от Господа Живого, как Соломон это сделал, поставив идолов. И он говорил настолько искренне, с таким переживанием, что мы сказали, да, а что же мы тогда должны делать, насколько мы должны за это переживать? Исследуя этот вопрос, заглядывая в энциклопедии, я увидел, что среди многих идолов, помните, как апостол Павел пришел в город и был возмущен, видя множество идолов и найдя жертвенник неведомому Богу. Он был возмущен духом, насколько люди могут придумать в нашей жизни разных идолов. Но среди всех идолов, различных по своему росту, по своим разным конфигурациям, был один, который совмещал себя все. Библейская энциклопедия говорит, что Ваал и его жена Астарта служили общим названием для всех богов и богинь Сирии, Палестины и соседних стран. И мы действительно встречаем имя Ваала. Больше всего упоминаний о нем в Библии 84 раза встречается на страницах. И мы удивляемся, когда сам Израиль, знавший живого Бога, его вывел Господь из Египта. Он очень часто совмещал поклонение живому Богу с поклонением Ваалу. Вспомните Илью, когда он противостоял, сколько там было жрецов Ваала? 400. Он противостоял, и весь народ ведь в то время кланялся Ваалу. Меня это очень заинтересовало. Я начал дальше искать, что же значит этот Ваал, который совмещает в себе этих всех идолов. Я нашел энциклопедический библейский словарь. И вот там что говорится. Ваал или еврейское слово Баал. Это значит господин, хозяин. Точный перевод его означает вот это. И это было название аморейского или финикийского Бога, бури или плодородия, видимым символом которого считалось солнце. И луна, это его была супруга. Началось поклонение с древности, глубокой древности, второзаконие 4.19, и даже Иов, древнейшая книга, упоминает 31 глава 26-28 стихи. Служение Ваалу включало крики жрецов для поощрения себя, кололи друг друга ножами и копьями, и заканчивалось поклонение Ваалу обычно пьянством и распутством. Мы можем даже встретить этого Ваала, когда израильский народ стоял возле горы Харива, и Моисей взошел, и они сделали золотого тельца. Они не знали, как его название, но богословы считают, что это как раз и было первое упоминание, когда народ Божий, отвергнув живого Бога, сделал видимый символ, и это был уже прообраз Ваала. Хорошо, мы заглянем сейчас в духовную жизнь нашу, в глубину нашего сердца, потому что где-то там мы найдем этого Голиафа и этого Ваала. Мы читаем, что есть только два господина в жизни, и в нашем сердце. Еврейское слово «Адонай» или «Господь», «Господь, господствующий и царь царей, Он желает быть господином в жизни Твоей, и Он желает быть на троне сердца Твоего». Мне нравится вот эта, ну, можно сказать, диаграмма, она очень показательна для детей. Вот сердце, трон, «Я» наше находится смещено с трона, и на этом троне, в самом центре сердца, восседает Иисус Христос, Господь, Адонай. Но вы знаете, что иногда в нашей жизни происходит смещение, и вот другая диаграмма показывает, что иногда в нашей жизни мы устраняем Господа, и Он уже не является руководителем нашей жизни, «А на троне нашего сердца восседает это Я, другой господин и другой хозяин». Ваал, мы помним, значение его «господин» или «хозяин». Смотрите, какая подмена происходит. Господь – это Христос, а господин – это Ваал. И другим господином в нашем сердце является никто иное, как это наше плотское «Я». Я думаю, что вот с этим «Я», как с большим, огромнейшим Голиафом, который возглавляет всех врагов, и все похоти, и все страсти в нашем естестве и сердце нашем, мы должны с ним вести войну и выходить, как Давид выходил, с верой и Словом Божьим поражать этого Голиафа. В Библии мы читаем, как сам Господь, Он вдохновляет нас на эту войну. Написано так. «Кто хочет идти за Мною, тот что? Отвергни себя, порази этого Голиафа, возьми крест свой и следуй за Мною». Все три искушения Матфея 4 глава сатаны, они были направлены на то, чтобы Иисус Христос поступил, как Ему угодно. Если ты голоден, повели, чтобы камни эти сделались хлебами. Докажи, что ты Сын Божий. Это очень тонкое искушение в нашей жизни, когда дьявол искушает нас, чтоб мы поступили, как нашему Я угодно. Борение в Гефсиманском саду, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, говорит Господь. Он подавал нам пример. В нем все было благословенно и подчинено Господу. Но зная, что нам в нашей жизни христианской нужно будет идти путем борьбы, Христос давал нам пример. И, находясь в борении, прилежнее молился. Молитва и слово, оно сражают нашего Голиафа, и это я. «Будь милости к себе, Господи!» Подходил к нему Петр. Христос сразу сказал ему, «Отойди от меня, сатана!» «Будь милостив к себе!» Это еще одно искушение дьявола. Римлянам 15 глава с 1 по 3 стих. «И не себе угождать, каждый должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». В этом, если мы упражняемся и бодрствуем, чтобы угождать ближнему, это помогает к тому, чтобы сразить нашего Голиафа. В Филиппийцам 2, 21 написано, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Галатам 5, 24, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». В нашем детском лагере тоже братья однажды на последнем костре сделали большую букву «Я», обложили дровами, потом было объяснение, что это за буква «Я» такая, а потом был большой костер. «Долго горела буква «Я», очень долго, и даже еще под утро были остатки костра, но буквы «Я» уже не было, от нее остался только пепел. Вот этого желает Господь в нашей жизни, чтобы «Я» сгорела, Голиаф был поражен, и другие враги тогда побегут. Галатам 5, 13 мы читаем, «К свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Какая тонкая граница проходит, которую мы даже иногда не можем нащупать, но чувства, навыкам приученные все точнее и точнее показывают нам, где мы угождаем Господу, а где мы начинаем угождать своему «Я». И здесь нужно бодрствовать, потому что сраженный Голиаф, если только ему дать повод, он тут же оживает, набирается силы и снова захватывает сердце и воюет против всего духовного в нашей жизни. Однажды проповедник собирался в собрании, он жил в одной семье, и слышит крик, девочка плачет, капризничает, кричит, «Не хочу, не буду», спрашивает у родителей, что случилось с ней. А ничего страшного, просто не по ее поступили. Дети, слушайте, когда поступают не по-вашему, или братья и сестры, или родители, всегда у ребенка, очень часто бывает, что возникает истерика, крик, настоять на своем, плачь. Но это слезы, которые Господь в свой сосуд не собирает, потому что это плачет уже Голиаф. Это плоть плачет, это плоть капризничает, когда мы настаиваем на своем, не слушаемся родителей. Это Голиаф. Выходи против него на битву, тут же вставай на колени, молись, говори слово в душе своей Божье и побеждай капризы, непослушания. Если только дать ему повод, оно, как Голиаф, будет большим в твоем сердце, и ты будешь непослушен, будешь капризным, злым. Это очень опасно. Однажды девочка едет в машине, знаете этот пример, и папа ее попросил сесть. После многих уговоров девочка села, а потом она говорит папе, папа, ты знаешь, я сижу, но в сердце я что? Стою. Скажите, послушна она была или же нет? Внешне послушна, но в сердце не до конца. Как раз кто управлял ей? Господь управляет сердцем такого ребенка, или же другой господин? Другой, да? Ваал, я. То есть она не может никак смириться. А вот смирение в сердце нужно развивать, поражать этого врага и с раннего детства быть послушным. И такой ребенок, который послушен родителям, и будет ему благо, и будет долголетен на земле. Дети, ведите войну против капризов, непослушания, потому что это и есть самый главный враг. Это я в нашем сердце. Ну и наконец, сегодня мы слушали стих Откровение 3.17, Ладикийская церковь. Чем будет характеризироваться последнее христианство при встрече с Господом? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Служение харизматическое, которое больше и больше захватывает церква. Я прочитал статистику на той неделе. 54 тысячи христиан обращаются в харизматы каждый день. Вы представляете? Если верна эта статистика, то это большая угроза. Раньше единицы переходили в харизматическое служение, сегодня целые церкви переходят. Харизматическое движение становится самым сильным растущим движением в мире, захватившее уже Африку, Латинскую Америку. Но служение харизматическое, оно как раз и направлено не для назидания, не для внутреннего нашего человека, а оно направлено на плоть, на чувства и на служение не кому-нибудь другому, а как раз этому Ваалу. Помните пророков Дубравных и пророков Вааловых? Илия противостоял им. Ничего другого дьявол не выдумал. Он делает то же самое и отвращает народ, как он тогда это сделал, от поклонения невидимому истинному Богу к поклонению Ваалу, когда все направлено на плоть, все греет и питает плоть, все возбуждает чувство плоти и питает ее, и возбуждает ее. Мы должны себя хранить. И сам за собой замечаешь, иногда какая-то мысль придет, какая-то возможность, и вдруг сердце загорится, но не тем огнем. И ты чувствуешь, это уже не то, это плоть горит, это воскресает Голиаф. Становишься на колени, Господи, прости, сокруши его, помоги его распять, дай Слово Твое, чтобы сокрушить его. И угасает этот огонь, и все, тишина. Я думаю, что как опасно давать пищу этому огню. И так наблюдаешь за собою и за другими, и смотришь иногда, даже на наших членских, даже на наших рассуждениях бывает какой-то брат, или сам за собой думаешь, есть такое побуждение выступить, как бы, ну, истину сказать какую-то, но смотришь не в том духе. Говоришь истину, но не в том духе, и это уже есть опасность, потому что по плоти начал воевать, потому что потерял то, что Библия говорит, мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Если только потерял беспристрастие, допустил огню, плоти возгореться, то можно истину говорить, можно за истину стоять, но можно иметь урон. И потом придешь, и совесть будет осуждать, что ж ты так выступил, что ж ты так говорил, самому неприятно. И какое-то, ну, огорчение принес другим людям. Я думаю, что надо бодрствовать нам больше. И если мы чувствуем, что мы не в спокойном, добром и мирном духе находимся, то лучше полагать, ну, руку свою на уста и хранить себя от этого. А мудрость земная, душевная и бесовская характеризуется тем, что кто имеет зависть и сварливость, и там не устройство, и все худое. Интересное греческое слово, опять же, сварливость, оно переводится еще как своеволие. И мы опять видим здесь это коварное я, прячущееся в нашем сердце. Своеволие. Поступи по-своему. Это искушение дьявольское. Хотелось бы в сегодняшний день запастись этими пятью камнями. Дети, храните себя от идолов. И помните о том главном враге вашем. Это Голиаф. Это Ваал. Это ваше плотское я. Сокрушать его. Не давать ему места в душе. Подчиняться и слушаться родителей и Слова Божьего и Господа. И тогда происходит удивительная победа в нашей жизни. Сокрушен Голиаф. Плоть распята. И дух торжествует в нашем сердце. Можем быть послушны Господу. Можем слушаться Его. Я смещено. На троне сердца Господь. И тогда можно много трудиться для Господа и приносить Ему славу. Хотелось бы сегодня, чтобы дети вы усвоили этот урок и уходя вот сейчас на собрание, чтобы вы в вашем сердце уносили эти пять камней. Пусть Господь будет с вами. Выходите смело на битву каждый день и бодрствуйте. И в этом прославьте нашего Господа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok